Н фиксирует, там в этой науке бывает по-разному, но сейчас я сам хочу пространство, простите, н фиксирует. И мы хотим... Т это как-то превратилось как тест. Т это, интуитивно говоря, плохие последствия, то есть те, про которые Т говорит не верю. Но, естественно, что если тест объявляет все последствия плохими, то это плохой тест. Должно быть некоторые условия, что тест не слишком много последствий объявляет плохими. А именно, мы будем говорить, что тест имеет доверительную вероятность. Вероятность абсолютно... Ну, как бы, если он не поднимает тревогу, ложная тревога, имеет вероятность не больше элипсов. Вот, теперь у меня вопрос, как бы это сформулировать интуитивно и отследовало сформулировать? Если бы вы хотите, то есть неопределенно, что мы хотим сказать, что тест поднимает множество тревогу, собирается не больше элипсов. Просто так нельзя сказать, что множество разных выявлений. Нет, множество тревогу и всевозможных, но не всевозможные, но могут уходить в последовательности с разными выявлений. То есть все возможные выявлений. Всевозможные или нет? Нет. У нас есть вообще все такие возможности. Т – это подмножество 0,1. А, подмножество. Это тема, на которую, можно говорить, не верю. А. То есть вот ему дали… Я неудачно писал, но сейчас много дали последовательности. Значит, ему дали последовательность. То есть, что вот было сгорание, где 1-3, выпал 5-1. А в 2-3, выпал 5-0, и так. Значит, как сформулировать такое условие? Каким нужно? Как надо считать? Очевидное… А какое очевидное? Хотел сказать, что для одной последовательности надо посчитать вероятность естественного образа, просто переборожить поднятки и вероятность обваления таких выявлений. То есть теория складывается. Понятно, что это то, чего нам хочется в этой жизни, для того, что множество может быть, на самом деле, даже не счет. Да, нет, вообще, конечно, тут умеется самым миром. Бессмысленно складывать. На самом деле, идея складывать что за отношение к красным выводам? Да. А как ведь наряду? Потому что это конкурирующие вероятностные гипотезы. И странно складывать вероятности для этих гипотезов. У меня есть мой цель. Что? У меня что, Владимир Ильич? Мы хотим определить тест с доверительной вероятностью емсов. Интуитивная идея вот такая, что если на самом деле все хорошо, то вероятность того, что тест поднимет тревогу, не больше емсов. Что тест не поверит по-настоящему правильно сделанную последовательность, не больше емсов. Что такое? Патераризм попал в тревогу не попал. Вот именно. Это непонятно. Сейчас. Юрий Николаевич. Я понимаю, что мы хотим. Во-первых, что подойдет в тест, чтобы верить в эти идеи. Мы хотим, наверное, какие-то последовательности. Не всевозможные, но какие-то последовательности. Да. У нас есть некоторое множество возможностей, которые являются классическими. Вот оно называется это. Мы хотим определить, что значит, походится, что есть. Мы отнимаем. Мы хотим сказать, что этот тест не чрезмерно подозрится. То есть она уплотно не может узнать. Так что? Не то, что мы для каждого, я бы сказал, хотим определить свой тест. Нет. Мы хотим ввести такой порядок, что тест имеет доверительную вероятность тем, что он забракует. Идея из-за того, что она будет забраковать хорошую вещь с вероятностью не больше, чем эмсов. Но это не ваша компания. По-своему, что нет. Нет, нет. Какое интуитивное понятие мы хотим отразить. Ну, хорошо. Допустим, я скажу, что у вас предлагает конкретный тест. Что надо взять, посмотрите, те поиды, которые меньше обладаете, и если окажется, что у них у всех поиды равные деньги, то поставить на это запраковать. А я все не верю. Нет. Есть некоторый тест. Теперь мы можем спросить, является ли этот тест, так можно ли иметь ли он доверять? Меньше обладаетесь. И этот вопрос должен иметь смысл. То есть можно ли ему доверять с вероятностью? Ну, какого-то смысла. Идея-то в том, что не слишком ли он много прокурит? Нет. Это очень важно. На самом деле, пока я к этому люблю, пошло большое это... Действительно, это... Ну, надо к этому привыкнуть. Ну, давайте, не пожалеем, я идею. Можно ли? Можно ли сказать, что максимум во всех наборах и интер, или нет ли он может разные длины? Нет. Не надо было соединять одинаково? Да. Ну, конечно, у тебя и всех. Разные наборы по интер, и для каждого из этих наборов не могут консумировать вероятность каждой из графуевых маслеев. То есть, не сказать, что никакого набора по интер, где будет больше эрс, но то, что хочется сказать инлюктивно, это чувствуется совершенно действительно так. Да. Сейчас я это напишу. Сейчас я это напишу. Сейчас. Но... Инлюктивно. Ты сейчас не... Нет. Нет. Пожалуй, это уголов нет. Он может предъявить. Нет, сейчас. Чего не имеют? Вы понимаете, от чего вы хотите? Вы хотите дать формальное влияние, что-то неформальное. Нет. Нет. Мне ответили следующее. Вот имеется такой вот, например, такой тест, что если берем тех ПИД, у которых ПИД меньше одной трети и смотрим верно ли, что у всех ПИД равно единице. То есть, нет, тест это множество. Где будет? Тест это множество всех последователей, для которых, для всех ПИД, для которых ПИД меньше одной трети, ПИД равно единице. Ну, например, В случае и таких и так меньше, таких и так меньше, чем там, я не знаю, я надеюсь, просто вы не слишком хорошо, но вы не выдержите. А вот рассмотрим, как вы слышите таких последовательств? Так, эти последовательства P1, 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 P1. Этот тест выглядит разным. Потому что если у нас имеется много раз P меньше одной трети, и все эти разы выпадали единицы, то это дело, как вы подозрите. Разным в том смысле, что мы скорее всего этим не доверяем. Так нет. А скорее всего они не получили естественное бросание монет с вероятностью? Нет. Разумно в том смысле, что если на самом деле все хорошо, то вряд ли это будет отвергнут. Если на самом деле получено бросание, то вряд ли это будет отвергнут. А, тест это те, которые мы отвергаем. Тест это те, которые мы отвергаем. Ага. Я не понимаю. А почему? Нет, это не разумно. А скажем, тест, который отвергает тех тел, которых, ну я не знаю, там может что-нибудь другое, ну например, в сердце, в сердце какая-то. Он выгодит не разумно. Не разумно. Но это не разумно. А потому что, что последовательность является не более чем дописимым. А в сумме, где тест, например, тест из одной подговоренности, он считается, как бы конъюнки его не предыдует. А, ну смотря, какая там последовательность. Если, например, в последовательности, вот тут, допустим, имеется последовательность, b0 равно 0, b0 равно 0, b0 равно 0, b0 равно 0. Ну, есть что-то очень маленькое. Так, 2 минус еще 100. Причем b это разумеет единицу, да? Да, b это разумеет единицу. Да, b это разумеет единицу. 2 единицы. 100, единица. Вот если бы вот такой тест, это не очень хорошо. Потому что мы отвергаем последовательность, которая сейчас, или наоборот. Нет, в любом разумеет единичная последовательность. У теста оказалось, что есть две ошибки. Мы, может, неслучайную последовательность признать, что сейчас это за разумеет. То есть, ты сейчас запрещу такой тест хорошего. Если действительно, вы видели единицы, которые маловероятны, это тест хорошего. А если он не ожидают хорошего, то есть, что он отвергает все платформу. А он отвергает очень мало. Ну и что? Нет, поэтому это не опасно. Нет, если возьмем тест, который все отвергает, то это... Или многое отвергает. Если вы знаете, что отвергает в основном последовательность, то он всегда отвергает 0. Не совсем. Если, например, это последовательность такая, что вот смотри, вот конкретный пример. Да, последовательность. Вот последовательность. Мы почти уверены, что будет 0, и это 0 случается. Да. И в этом нет ничего подозреваемого. Да. Поэтому тест, и это вполне естественно может случиться. Поэтому тест, который это отвергает, хороший тест. Он зря волнуется на эти последовательности. Потому что предотвратив по этим проект, как раз наиболее вероятно появление 0. То есть, когда он доверяет очень маленький, или очень большой? Нет. Мы заверяем у теста данный человек, что он отвергает хорошие вещи с малой вероятностью. Если вообще ничего не отвергает, это тоже хорошо. У вас в эту сторону пока никаких пролечений нет. Мы не пытаемся его сделать максимально отдельное дело. Сейчас, начну, сейчас, сейчас. Нет, я вам попросил рассматривать примеры. Сейчас вы вроде помяты. Я попросил рассматривать случай, простой. Один элемент. Да, да, да. Заводные элементы, как мы хотим построить определение? Нет, я правильно попросил. Кажется, не все это понятно. Некоторые как-то недовольно смотрят. А я думаю, что это взрями смотрят. Если вы понимаете, что нулей нарушать единицу. Если написать единицу, то тогда это все станет нарушено. Потому что мы отвергаем это событие. И действительно утверждаем, что мы расстались. Такой малой вероятностью. А все время мы единимся. То я думаю, что это дело не мало. Это хорошее. Это хорошее. Да, это хорошее. А если нули, то плохо будет. Почему плохо будет? Потому что нет. Кстати, если мы отвергаем последовательность, которая вполне естественна. Ну а че у себя какая-то такая? Почему? Потому что такая последовательность, она среди всех последовательных? Нет, нет. Еще раз. Поехали это как бы не в нашей классике. Поэтому мы проверяем веру не то, чтобы хорошее нам давали вероятность. Мы проверяем, готовы ли мы проверили, что эти биты получились по этим вероятностям. Нет. Боюсь, что судя по вопросам разных слушателей, в голове есть разные интуицы, как надо сдавать эти определения, которые не будут эквивалентны. Хорошо. Потому что если мы всего лишь требуем, чтобы вероятность отвергнуть что-то хорошее, не превышала единица, так это всегда так идица. Это ноль. Ноль тогда только пустой тест, но если не разрешать нулевые вероятности, только пустой тест будет обладать таким свойством, что он никогда прямо ничего хорошего не отвергнет. То есть это как бы вероятность ошибки, правильно я понимаю? Но это доверительная вероятность. Конечно, мы так сказали. Вероятности ошиблись. Чем больше епсил, тем больше мы разрешаем. Чем больше епсил, тем больше класс допустимых тестов. Так, вот теперь определение по категории тестов. Ты знаешь, это епсил? Не то, что для каждого епсил есть свой Т. Нет. Мы говорим, что Т данный Т и епсил. Мы хотим сказать, что значит, что Т выходит за границу епсил. Хорошо. Смотри, что это. Определение. Оно еще не окончательное. И вот сейчас следующая догадка будет, какое окончательное. Можно еще один вопрос? Если только один элемент всего лишь. Да. Почему так плохое, что это... Если элемент вот этот, вот этот. Всего лишь одну последовательность отвергает неправильно. Правильно. Если вам сказать, что вот мы бросали... Значит, если вам сказать, что мы бросали монету, у которой вероятность удачи 10 минус 6, там 20 раз, и ни одной удачи не было, а вы скажете, нет, я не верю, то зря вы так скажете. Что ж тут не верить? Так и должно быть вероятность очень мало. И тут несколько последовательных квантов. Ну, хорошо. Значит, определить. Сначала. Если для любой последовательности... Ну, не то, что вы понимаете, но то, которое я вам очагиваю. Для любой последовательности b1b, вероятность того, взятый по пикам b1b, то, что мы распределем в соответствии с b0b, если вот эта вероятность того, что в результате будет отмерзть, а меньше, меньше, почему? Значит, вероятность, что любви на 2b0b, меньше и все. Так. Говорят, что тесто имеет верительную вероятность и все, если каковы бы не были b, если на самом деле по этим bn будет b1b, то вероятность того, что нам скажут, что они едят, мало. Говорят, вероятность строки, состоящих только из b. Ну, как сказать? Это некоторые события, которые зависят только от b, на которых есть распределение для данных b. Что-то невероятность, что не большой. Невероятность, что небольшой. Ну, как сказать? Неравножество тех, что 1b0b, для которых вот это принадлежит. Т, не больше. Это некоторое множество, потому что если написано, это некоторое множество последовательно. Когда мы говорим о вероятности, нужно на все моменты создать меры. Ну, естественно, что мера будет как раз по этим b. Ну, если мы с вами такое семейство определений дискретных, на гулевом кобе 0.1, причем по параметрам мы ставим по андре сообщества, то есть мы хотим перерывовывать по параметрам у нас некоторые услуги. А там уже такое вполне естественное. Да. Но это еще не окончательное определение. Давайте, но оно еще не окончательное. Нет, по крайней мере. А десерт состоит в следующем. Ну, не десерт, это способность. Это скорее фичера. Нет, недобрительно я смотрю, потому что я невнимательно слушаю, не принимаю еще столько возражений. Как-то, когда я читал, ну, ты вот писал, очень понятно, объясняешь. Нет, определение еще не дано. А возражения возникают, потому что предлагают эти дискуссии, как такое определение. Да. В чем-то не дать определение, это какие-то дискуссии. Да. Но я хочу, из-за чего это было, граждане понимали, какие тут сделать юморы. Значит, это определение не отражает той идеи, что в писе получается последовательность. Что мы сначала P1, потом P1, то есть, например, вообще говоря, если мы наблюдаем какую последовательность, и вдруг оказывается, что P1, есть какая-то функция от P1-1, то это еще это глухо. А если P1 оказывается функцией от P1-1, то это совершенно нормально, потому что, может быть, просто нам дают P1-1 в зависимости от P1-1. Угу. Ведь мы хотим, например, неформальный же план такой, что мы в идеале P1-1 остались с P1-1, а потом P2-3-2. Независимо? Или нет? Ну, как сказать, в некотором смысле независимо. Но представь себе, что ты наблюдаешь за лотереей, и выясняется, что результат карты и лотереи можно предугадать, зная камеру с первым, условия камеру с первым. Это плохо. А если ты их можешь угадать, зная условия следующей, это хорошо, потому что лотерейный комитет может вполне менять условия на зависимости от исхода предыдущих лотерей. Тут есть не семерные. правила до конца не рассказали, но, конечно, если вы не походу делаете, то... Ну, хорошо. Значит, давайте я дам вам определение. Значит, ну, Коля, если знаешь какое определение, скажи, в чем у вас состоит. Нет, я вообще смотри, я внимательно посмотрел, ты это самое, ты вот, ну, начал как бы с середины. Сначала надо было дать определение унлайн-меры там, в общем случае, когда ходят там... Нет, а поскольку хорошо, ладно, поскольку я скажу, ну, ладно, давайте я дам вам определение сейчас. На самом деле, не для любой последовательности, а для любого распределения вероятности на множестве последовательствий битов значит, вероятность появится вот по этому распределению этого события, что Ви, не Ви, 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 да, Ви, Афен, Ви один, Ви один, ПМ, БМ, сейчас я объясню, что это значит. Меньше. Что это означает? Это означает, значит, если возник вероятности на БМ, то, в частности, уже известно, какая вероятность бита единиц на первом месте. Вот мы её напишем. Дальше мы пишем Б1. Дальше при данном Б1, если у нас есть распределение на всех деревьях, у нас альфа распределение просто на всех деревьях, всех возможностей. Значит, мы пишем Б1, это вероятность единицы в корне, затем Б1 это то, куда мы идём на первом шаге. Дальше здесь уже есть вероятность единицы условная, Б2 и то, куда мы идём. Это Б2. Откуда берётся Б2? Б2, значит, Б2, и это условная вероятность того, что второй бит равен единице, при условии, что Б1, что первый бит тот такой, как он есть, так сказать, при данном Б1. Нет. Это может быть не для любого распределения, которое он при этом в таком условии? Нет. Нет, нет. У нас есть совершенно любое распределение. Если есть совершенно любое распределение, касательно Б1, Б1, мы можем менять произвольную. Это вообще ничего не зависит. Нет. Значит, вероятность, есть произвольное распределение. Теперь, если у нас имеется, кроме там, как последует Б1, Б1, у нас возникают вероятности Б1, Б1. Б1 возникает даже до всякого Б1, это просто распределение в поле. А, то есть мы в этом условии выставляем в качестве Б1 и Б1 и у слова вероятности, которые получаются в Б1? Идея такая, что пусть на самом деле бит не получается каким-то вероятностным процессом. Тогда в ходе вероятности этого процесса у нас определяются числа Б1 и Б1. Б1 определяется сразу, потому что это вот вероятность того, что вероятность процесса пойдет направо. Вероятность того, что Б1 равно вот этому самому. Ну, а что надо сказать? Фактически как Б1 равно, написано будет здесь, Б1. Вот так, что у него еще точное значение. Понятно, что происходит. Но можно ли формально сказать, на чем у нас распределение вероятности? Или уже не страшно? Такое алифа. Да, алифа. На последовательности это просто не очень просто. Даже написано. Какие об изменения имеют? То есть, в том распределении, в котором не участвует никто там в Б1? Нет, не участвует. Они определяют этим распределением и набор Б1. По этому распределению мы можем посчитать как Б1. О, да. По распределению этого Б1, мы можем посчитать как Б1, мы можем посчитать как Б1. Сейчас. А это распределяет каждое множество вероятность. Что? Как мы считаем эти условные вероятности? Префиксировано. Ну, как мы, например, считаем Б1? Мы просто смотрим, какая доля распределения приходится на последовательность, начинающаяся с нуля, и какая начинающаяся с единицы. И вот то, что приходится на единицы, мы считаем Б1. Теперь, Б1, 0. В распределении А. У нас имеется некоторое распределение на всех последовательных длинных. Это не просто словно. Ну, в любой решении. Это вообще раз. Это не просто. Это такой деликатный момент. Значит, мы будем неханять на связи с ВА. Мы хотим определить такое понятие, что тест, который принимает или отвергает гипотезу о том, что Б1 получил вероятность у Б1, а после этого Б2 с вероятностью Б2, вот тест имеет, допустим, не слишком много отверганий, он отвергает, не доверить вероятность у Б1. Ну, вот так вот, для всякого распределения, настоящего распределения на Б1, если в качестве поигра про истинные условные вероятности, то тогда тест, скорее всего, ничего не скажет нам. Вот такое вот это деликат. Нет, это вот загадочное. Это... Тут вам надо к этому привыкать. Ну, чего? Привыкать граждане? Или еще не привыкать? Определение того, что означает, что тест имеет доверительную вероятность отверстия. Ведь доверительная вероятность понимается в ошибках, ну, как с первого рога, что ли, отвержение хорошей, ложной тревоги. Ты имеешь вероятность ложной тревоги, не больше, если ее применять к настоящим вероятностям полученному того, но настоящего распределения, то с большой вероятностью по этому распределению тест ничего не заподозрит. Такой вот. Ну, да. То есть слово... Вероятность тревоги по настоящему раздражению не больше, я считаю. То есть слово вероятность не нормального предприятия, но метафорическое. Метафорическое. То есть это не то, что вероятность по полномочке людей. То есть слово раздвергает, но его внук, но это то, что он не внук. Нет. А вот это? Если есть какой-то тест, то любой поднож, наверное, тоже будет тест. Для этого не раздражение. Можно, например, не верить, но есть какие-то слова специальные для этого? Наверное. Кто изучал недавно статистику? Как это делать? Надежность теста может быть или какой-нибудь? Квантили. Нет. Квантили. Не тот же проект. На него не хочется больше теста. Всё. Да. Хорошо. Теперь, значит, это... Это мы сможем... На... Задачу... Задачу... Это что значит тест того? Теперь никакой задачи предсказания. Она состоит в ум. Значит, пусть это фиксировано. Фиксировано... Ну, вот, я не знаю, с качеством. Там, ну, вот, я не знаю, с качеством. Там, ну, больше, если вы видите, вероятность, когда вы говорите, сейчас, это тоже не верно, но... Ну, больше это всё. Ну, и далее. Фиксировано. Теперь у нас такая задача. Мы хотим, например, прочитаться, возьмем... А... Будет дождь, а не будет дождя. Это значит, мы сегодня должны сообщить, какую вероятность, что завтра будет дождь. 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 Завтра... Ну, можно записать... Дождь, а не было. После этого мы должны записать, какую вероятность, что послезавтра будет дождь. Ну, тоже нормально. Так мы делаем много раз. Затем... Советующее Метеомиро получает выговор, если эта последовательность не удовлетворяет ясно. Принадлежит вероятность. Вот у нас имеется, где-то наблюдение природное В1ВМ, и мы перед каждым наблюдением обязаны сообщить, объявить свой вероятность, декларировать свой вероятность. И вот, получается... Ну, и вот, нас наказывают, когда... Когда получено... Ну, считаете, что мы ее как можно лучше предсказываем вероятность, тогда, действительно, сведения дождь и действительные имеют вероятность, и это все так вот и неотличимо. Настоящие. От случайных наслений. Это вот ошибка предсказательная. Теперь имеет место такая поразительная теорема. что существует. Вот эта теорема, так она, что мы ее, если я правильно понимаю, статья Сандрони, какого-то 2000. в отличие... Видите, вот, что ли, можно... что существует... стратегия... предсказательная... предсказательная... которое... гарантирует... ну, для данного... для данного теста... которое гарантирует... вероятность ошибки... не более... экшен... вот для чего она существует... что дано? для данного... Той... пусть дано... пусть дано... пусть дано... Перец фжера... Тогда существуют стратегии предсказаний, которые гарантируют вероятность ошибки не больше. Пока это довольно странно выглядит, потому что в чем состоится вероятность? Если стратегия чего-то такое предсказывает, как это объясняет, как предсказывает, то стратегия использует только эти виды Б. Если она что-то говорит, дает какие-то предсказания, то значит, либо это случится, либо не случится. Она тогда очень может сказать, от чего это стратегия. Если она чертующий выгиб, то ли, а раму и моноциальная реакция, чертующий выгиб, то ли, да. Значит, ну давайте я скажу, на самом деле должна быть вероятность. Значит, давайте я объясню, что здесь. Что такое стратегия предсказаний? Ну, там, стерминированная протестика предсказаний. Она должна по битам В1 ВК предсказывать функцию, которая должна предсказывать ВК В1. То есть, вот если мы знаем, какая погода была одни и подряд, то вот предсказываем, что погода на западе. Вероятность дождя на западе, значит, зная, будет ли дождь, а вчера, поздно, читайте. Ну, а вероятность стратегия. И это набор, ну, набор с определенной стратегией с висами. Ну, то есть, мы исключаем везде, и то есть, мы исключаем в игру, и такое, используем ту или иную. Что? Да, она сама имеет свою внутреннюю независимую личность. Но формально, мы это просто набор с определенной стратегией с висами в сутки разницы. Это континуум, что ли? Нет, не, конечно, континуум, потому что только А плюс 1, это действительное число. Тогда ведь не надо договорить, не договорить, а не с учетом твоей программы, да? Сейчас, в чем-то цена, а я не говорю, что справа. Да. И когда вам сказано, если я высказываю погоду, можно раздавать деньги, применять от центра. Представить программу, которая индикирует эту стратегию, скажем, что я писал на равный 1 миллион. Не совсем правильно. Представить себе, что законопатически приняты критерии, а работает гидро-бизио-цикап. Да, да, я это подумал. То есть, при этом эти критерии все-таки не обсуждены. То есть, если видеоцентр, на самом деле, знает распределение вероятности на всех погодах, то он все-таки, как бы погода ни была устроена, сможет, вероятность того, что он будет не одобрен, молоко. Ну, а если он будет сообщать истинно, то есть, если принято, это уже законодательно принято, любой тест используется, тогда недобросовестный просто вот метерологий может совершенно забыть про всю метерологию и пользоваться вот этой теоремой. Нет, ну, подожди, ну, при составлении теста Т, а нам метерология тоже казалось, что ему нужно обновленное определение теста Т. Где там тоже есть, как с ним, что там. Нет, определения там нет, но конкретно, может быть, определить конкретный выбор теста Т с данной доверительной вероятностью может быть разным. Но если тест уже принят, то мы под него можем подстроиться и давать такие предсказания, чтобы до любой последовательности вероятность ошибки была меньше. В частности, если тест, вот, может, нельзя, что для П1 какое-то значение не рассмотрен, то можно просто сказать, что П1 не упоряясь. Да, если, например, тест никогда не отвергает последовательность, которая П1 равняет на одной етой, то тогда динамитетный можно с самого начала выбрать эту одну ету и дальше делать свою штуку. То есть тест должен... Чтобы эта теорема была интересной, в качестве теста можно брать достаточно такое. Все, наверное, с другой стороны. Что? Наверное, на любом детстве. Для любого детства есть клавярка? Да. Если мы зафиксировали детство, дальше мы можем под него построить, в зависимости от того, что там происходит на самом деле. То есть, например, сидим на даме и предсказывать тебе будущее. Но вот есть некоторая такая у нее гипотеза о том, как устроим детство, чтобы человек открытая. Да, когда? Да, когда товарищи... Да, да. То есть, когда они в неделю в неделю начнут. И вот она подстраивается. Да. Но этот, нет. На самом деле, этот тест не очень правильный, потому что он не обладает просто невероятностью. Потому что если предсказать что-то плохое, даже когда это сбывает, все равно граждан недавно. Но... Нет, например, сидим на даме и зато, конечно, более. Более. Но более того, значит, как объяснил мне Володя Бьюгин, он даже написал программу, которая делает что-то в таком роде, применительных фондовому орган, или фонд еще один. А это уже как раз, я сделаю шестер. Которая может как бы прогнозировать последовательность. Для некоторого конкретного вида теста, который называется, там, крикруем, то есть, по кому-нибудь, я не знаю, по кому-нибудь, я не знаю, по кому-нибудь. Ну, закон большевических чисел. Ну, какой-то тест соответствует закону большевических чисел. Но, вот, давайте я просто хочу еще раз, чтобы была понятна теоретика, что существует порядок малого. Для всякого теста существует такая стратегия предсказаний, которая для любой последовательности гарантирует успеху предсказаний по этому тесту, ошибку предсказаний по этому тесту с вероятностью неволи записана. Вот, ну, вот, значит, до сих пор моя задача была понятна убедить, что само определение естественно и формулировка тоже естественно. И это выводит, какая замечательная, парадоксальная, интересная теория. Но если вы это поделите, тогда я сейчас объясню, почему это очевидно и предсодержащий. Но, но, это имеет смысл, чтобы их проникли сформулировок. Но чего? Ты, как-то, недовольно смотришь. Ну, просто определение то же самое, что и знаешь. Смотрите, если мы знаем, ты, значит, рукаешь, а определение то же самое. И у нас было определение, что значит, что ты являешься, ты являешься вероятностью не больше, а плюс. Было определение. Теперь это является условием теоретика. Пусть данный авторитест не авторитет, он завалитывающий, но определение. Тогда, в теории, можно постройство и построить протеи, которые с точки зрения этого теста, любой последователь, всегда имеют. Да, вероятность. Верой, а почему? Как вы понимаете, значит, это значит, что каждый шаг просто с какой-то вероятностью. Так что, ну, каждое следующее предсказание делается с некоторой вероятностью. Ну, и она, может быть, еще про вероятность условную предыдущую предсказание. Ну, то есть каждый раз, как бы известно, мы предсказали, выбираем какой-то вероятность. А, и так можно считать, что, на самом деле, собирается, выбираем вообще все стратегии. Ну, можно считать, что мы собирается, выбираем все стратегии сначала до конца, и потом уже не тайны секретные, не говоря об этом ничего никому. А дальше просто следить, используя эту большую строку, чтобы чайную вероятность. Есть, 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 есть. Так, ну что, понятно, марлевка, тяга? Да. Ну, че, вот сейчас голосуют, делают специалисты к теории, кравдянки смотрят. Они должны сказать, что, послушайте, это же прям, это же просто теорема фон Мойфа-Браггенштерна о смешанной стратегии кравдовеси. Они что-то молчат, это не говорят. Это не насторожает. Вот чай. Да, понятно, в чем состоится теория, условия, скажем, или нет? Кого? Ну, именно, ну, что это понятно, что это на материале, то, что утверждает теория, ну, непонятно, потому что это... А-а-а, непонятно? Давай я еще раз скажу. Понятно. Понятно. Ну, а может быть, так, все-таки уже понял, почему это... Ну, давайте я закончил, что это теория, афон Мойфа-Браггенштерна, то, что это... Значит, я надеюсь, что, может быть, Миша нам расскажет, более, если останется время, расскажет более вещь, как общую вещь, как равновесие Ниша, но пока что теоретно пусть имеется игра двух товарищей, которые состоят в следующем. Что каждый из них выбирает, делает один из возможных ходов. Ну, например, там, это может сделать ходы А и В, а этот может сделать ходы там, один или два. И они это делают независимо друг от друга. После этого, когда они руками записываются в ход, и одновременно их открывают. Тогда после этого, ну, допустим, первый игрок и второй игрок. Первый игрок платит второму, и я в случае, ну, Мойфа-Браггенштерна. То есть играл, да, просто матрица из четырёх чисел. Да, первый игрок платит второму, и мы еще раз. Ну, а на этом нам, что первый проиграет, то второй выиграет. Сейчас оба загадывают. Один АВ, а его другой одной игроку. Да, ну, в принципе, это похоже так, что опять нельзя, ну, ходов, а для, может быть, А, про Ц, а тогда один, два, три, четыре, пять. Ну, известно для каждой комбинации, что первый платит второму. Ну, там, как в игре, там, камень, ножницы, бумага. Немного выигрыша. Что? Немного выигрыша. Да, таблицы, известно, на тот начат. Первый, что волшается за какой-то верхний. Нет, нет, это просто пальцы, просто не стирайся. Ну, там, как и все. Тогда, значит, теорема фун-Нойвана Моргенштейна, как ее обычно называли, если я так правильно не знаю, правильное название или нет, но она говорит, что в этой игре есть интеракционал. Значит, что это означает? Это означает, что у А есть вероятностные страты, не усмешанные страты, я чувствую, что можно сказать, причем я не могу сказать. Гарантирующая вероятностные страты, при которой математические ожидания проигрыша не больше, а у В есть смешанная стратегия, при которой математические ожидания, но это будет его выигрыш. Я думаю, что давайте я уже уменьшу проигрыш А, не меньше. Что такое мотивотеческое ожидание проигрыша? При любой стратегии... Боль стратегии для В. А здесь у вас есть смешанные стратегии для... Сейчас мне не нравится, я бы это делал. Ой, 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 или взять на 7 лица. О, 1 лица смешанная стратегия. Да. Но при этом в этой противной любой смешанной 5-ти стратегии 2-го европа. Значит, что такое математическое ожидание? Если этот выбирает в своей жизни с какой-то вероятностью, ну и тот выбирает в своей жизни свои вероятности, но независимо из тексту. А прочитать, что это друг друга не знаю. Тогда возникает математическое ожидание, которое есть там, ну, c1 на вероятность этого, умножить на вероятность этого, потому что c-то на уровне. При любой стратегии только в первую статью не получается. Нет, здесь тоже про любой стратегию. Первый. А, ну здесь, первый. Да, кстати, здесь эти стратегии, кстати, можно считать терминированными. Потому что математическое ожидание проигрывало против смешанной стратегии. Здесь некоторые средние, взвешенные средние для... Так, ну чего? В этом состоит паркулировка теоремы Фон Ноймана. Теперь я хочу задать вопрос. Кто может доказать теорему Фон Ноймана хотя бы для случая 2 на 2? Вот когда есть 2, есть кто-то на 2, есть кто-то. Вот пусть смелые люди, которые знают доказательства, объявятся. Ну да, есть разные варианты. Случить плану 2, есть кто-то с легким переборчиком, либо методом большой науки. Хорошо, давайте... Нет, значит, большой науки еще будет. А, перебор там действительно очень легче. Да, ну и надо, я думаю, что это не слегкий переборчик. Надо попытаться... Надо просто написать разные линейные уравнения с адресом. Сказать, что... Ну, написать слово о том, что имеется... Ну, в зависимости от любви и вероятности. Сейчас я скажу, ну давайте я начну. Значит, так, что такое смешанная стратегия на самом деле? Это смешанная стратегия, она... Ну, они когда-то образуют отрез, который... Чего? Они образуют отрез между А и 2. То есть один игрок может выбирать какую-то смесь между А и 2. А другой игрок может выбирать некоторую смесь между 1 и 2. Ну, допустим, пусть это плейкард натор П, а это здесь плейкард натор П. Тогда, значит, если они уже сделали свой выбор, то после этого определяется некоторое математическое ожидание проигрыша первого. Которая есть функция ПК. Ну, и дальше можно понять, какая это функция. Здесь как раз выигрыша шина, она имеет значение, которое надо. А дальше она продолжается. Ну, как бы при каждом П, она линейно зависит от Ку. То есть здесь надо, ну, и здесь это только так, может, и так. У нас тут 4 точки. Мы можем здесь выбрать произвольные значения. А дальше мы просто соединяем все это прямыми. Ну, так я зря на лице обрабатывал. Мы соединяем все это прямыми. Значит, и хотим. Что это? Что это не плоскость? Что? Не плоскость. Нет, ну, я не знаю, что другим, что это не плоскость, а просто не плоскость. У нас имеется функция на квадрате. Она имеет... Возвращение, что они выявили, что для спешной стратегии, это функция на квадрате, которая принимает заданные значения и ставка и с вершином. Дальше мы продолжаем ее по линейности на края, а дальше продолжаем по линейности на каждую вертикаль и на каждую горизонталь. В предыдущей с вопросов возрасте обедут, но там иначе нет, что совпадут. После того, что это так и форма. По линейности, по линейности, как называется параболический гиперболок. Но гиперболок, конечно, станут лучше получиться, что еще могут быть. И раз в месяц, это разная полоска. Да, получится гиперболок. Значит, теперь, что означает, что у нас тратегия оптимальна? Это значит, что вот значение в этой точке равно до конца С. Значит, известно, что что бы ни делал второй, первый проиграет не больше С. А с другой стороны, известно, что что бы ни делал первый, второй выиграет не меньше С. Значит, это такая вот цепловая точка. Или, как сам называется, что минимум-макс, там минимум чего-то, по минимум-максимуму, ради максимума-минимум. Это такая вот математическая экономика. Даже на том самом, в ходе в ЦМИ, что это такое написано? Минимум функции f меньше, больше, чем, f меньше минимума, и f, это, конечно, это не так. Да, хорошо. Всё не как же, да? Вот после этого, после этого, какие бы ни были четыре числа, должна существоваться новая точка. Ну, можно сказать, объяснить, почему это так? Ну, просто глоб. Гоб посчитать. Значит, просто объяснить. Ну, геометрически объяснить, что происходит. Давай я вот так. Значит, вот посмотрим, вот пусть это, допустим, первая точка, это вторая точка. Значит, тогда будем смотреть на каждой вертикали, на каждой горизонталь, что одна эти линия. Ну, там. Вот на этой картинке у нас сначала была функция убывающая, а потом возрастающая. Так? Когда, если функция сначала убывала, а потом возрастала, то есть некоторый момент, когда она горизонтальна. То есть, когда вот на всей прямой одно и то же значение. Одно и то же значение. Тогда, значит, это значение будет правильным. И нужно выбрать, выбрать только здесь точку. А, сейчас, так это... Нет, если там все время одинаковое значение, то это уже цена играет. Что? Если там все время одинаковое значение, то это уже цена играет. Нет, уже цена играет, но вы хотите теперь выбрать. То есть, опять-таки, опять-таки, какая будет стратегия второго, а нам нужно выбрать еще стратегию для первого. Там тоже есть горизонтальный ответок противник. Агентом может не быть. Вот это будет чистая стратегия, если вы понимаете. Да. Если не горизонтальный... Вам начинается нечто как-то перебор. Как его объяснить, не перебирая, я не знаю. Ну, можно сказать так, что если... А... Вот если как-то у тебя как-то действительно, что есть верная болезнь. Да. То есть, у вас есть как-то стихно. А в каком случае должно быть очевидно, что есть чистая стратегия. Вот это вот... Ам... Просто хотим сделать как можно более горизонтальной нашей приближенной системы. Да. Сейчас как-то я... Мне казалось, что это очевидно. А сейчас я запутался. Нет, конечно, можно куда-то разбирать разные случаи, чего тут будет. Но мне казалось сейчас, что даже когда мы одного игрока делали одного другого, и то можно разобраться, как-то не вдаваясь в какие-то сложности. Да. Да. Ну, чего? Как-то я... Что надо сказать, скажите? Да. Ну, как-то вот есть какие-то общие слова, которые объясняют, что такое было? Ну, если... Ну, во-первых, не перепутал... Не перепутал ли я определение цены игры по футной? Ну, во-вторых, как доказать, что в игре 2 на 2 она есть? Да. На самом деле, на самом деле, вопрос, значит, основной цены. Мы говорим, что у нас есть либо... Либо у нас по... Имеется горизонталь по одному направлению, так? Да. Либо... То есть, если стратегий бесконечно много, то нет никакого общества рема равновесия нашей. Я только извиняюсь, но в нашей ситуации стратегий может быть бесконечно много, но это подходит под общей рема равновесия иначе, потому что все стратегии разного будут компактны. Нет, вот и они тоже в статье пишут, что будет ерунду. Но... Я... Ты сам. Давай, давай мы... Когда дойдет до этого места, я просто обсудим, что происходит. И если что-то неправильно, тогда объяснишь, почему неправильно. Почему на самом деле правильно. Короткий формальный вопрос встал. Да. Кстати, в стратегии действительно меньше для равновесия. И не строго они нравятся, как обычно? Ну... Насколько я могу судить, да. А что-то непонятно, мне не пропутал. Ну, только формул очень много. Ну, мы... Хотите... То есть, если, на самом деле, убрать знак равенства, то есть писать все любви, что теорема станет вернее у всяких абсимус-трихов? Нет. Ну, тогда она опять не превратится в теорема у себя абсимус-трихов, поэтому... Да. Ну, так... А чего бы во всех определениях не убрать этот знак равенства? Нет, нет, нет. Если бы требовать... Нет, нет, не совсем правильно. Если бы требовать, чтобы для этого было всегда меньше, оно еще не достаточное, потому что супремное по всем... по всем альфам может быть равенство. А-а-а-а... Просто мы и будем, не будем. Хорошая тайна, ага-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я. Значит, первый игрок задает распределение вероятности. Задает... Нет, давайте чистой стратегией раз. Да. Чистой стратегией... Это просто выбирает В1В. А второй, видимо, задает функцию, которая разображает... А второй игрок, он выбирает стратегию предсказания. То есть функция, отображающая там пустую последовательность В1... В1... Да, то есть пустую последовательность В1... 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 В2... Можно сказать просто... В1, В2... В1... В2... В2... В1... В1... Да. В2... 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 То предсказатели, кто выиграл первым, то первые вкладят второму один от другого. А если не принадлежит, то ничего не хватит. Вот такая детерминированная игра здесь. А теперь ты издаешь условия на тест. На самом деле, вот это условие и это условие ровно означают два статегии того и другого. Нет, вот с первого не понятно. Значит, написано, что у второго есть вероятностная стратегия. То есть распределение на БН это вероятностная стратегия. И я повторяю, что вот этот тест означает, что для любой стратегии второй класс существует стратегия первого, гарантирующая математическое ожидание того и греша меньше или равно. Но не то, что означает, что это воспределение. Да, почему? Почему? Что такое вероятностная стратегия ФНАУ? Это распределение вероятности на БН. Это вероятностная стратегия распределения на все распределения. Вот назовем его Альфа и будем предсказывать точность по этому распределению. Тогда вероятность того, что мы проиграем и больше. Нет здесь никакой стратегии первого. Нет, стратегия первого состоит в том, что мы выбираем БН. Исходя из этого распределения, такое истинное распределение вероятности для этого распределения Альфа. А он не должен знать, мы фиксируем просто стратегию второго. Нет, вы говорите, что любой вероятный вопрос, существует стратегия первого, гарантирующая уровень не меньше всего. Не больше всего. А там именно это так и понималось, когда мы считали эту вероятность. Нет, если в качестве второго или второго будет оптимальную стратегию, то тогда это означает, что цена игры не больше всего. Нет, просто сложно понять, потому что мы забыли уже, как определяется вот эта вероятность, которая меньше всего. Надо просто напомнить. Напомнить. Сейчас я пытаюсь вспомнить сам. У нас имеется некоторое распределение Альфа. То есть мы в качестве P1 брали распределение Альфа на первом бите, P1 случайно брали по распределению. По этому самому распределению. Затем после того, как P1 известный, возникает распределение Альфа условных при данном первом, но следует на втором бите для известного первого. Соответственно, для него это P2. P2 выбирается на втором бите и так далее. Это в сторону легко, потому что количество стратегии... Нет, это как бы я... Сегодня это так все для реализа, но при минуты это очень неплохо. То есть я уже сколько раз все продолжаю штанковать. Презультатие соответствует тому, что на P1, P1 берется в точность распределения Альфа, да? Раз мы так берем метеору. Ну вот здесь просто условие берется на P2 распределение Альфа, а P1 нет условные вероятности при этом. Присподеление. Ясно, что и ради такого распределения, то есть ради 2-го игрока, нам нужно именно так. То есть нужно вычислять эти вероятности, потому что даже не получится. на P2. Ну вот лучшее условие. Ну чего, понятно это или непонятно? Даня, Володя, понятно это или нет? С какого места непонятно? У меня есть место, которое с первой пришел. Все, давай. Нет, ну можно так коротко. Сдержание предыдущей серии. Конечно, по-моему. Нет, ну хорошо, давай тогда проведем следующее. Кто может отложить коротко с задержанием предыдущей серии? Если нет ни одного человека, который может пересказать, тогда надо все начать сначала, потому что... Да, вот в кое. Сколько коротко? За то же время, за которое... Нет, нет, без ошибок. Ну он только твердый и уверенный. Не важно. Не убедительный. Не убедительный. Андрей. Миш, тогда где? Ну, нет, я могу попробовать. Ну, скорее всего, это не зашлиться. Ну, хорошо, тогда попробуй пересказать. А вот, наоборот, попробуй понять, в чем вы говорите. Да, значит, есть какая-нибудь странная задача. У нас... Повторяйте, на самом деле, я ничего, как не хочу. Здесь читали, и здесь есть... Я просто распечатывал около десятка копий, и я послал по конца шею. Можно это, естественно, сместить на сайте. Я думаю, не знаю, да. Может, Юра это сделает. Но, с другой стороны, вот те, кто просто нормальная работа, могут здесь взять себе... Это успехов. Да, это успех, успех математических наук за июль-август. То есть, этот журнал уже вышел, или это только так? Ну, понимаете, вопрос выхода всегда, он такой неочевидный, какой-то... А, видимо, надо просто... Почему-то, да, он неправильно напечатался. Неправильно напечатался, я не виноват, обычно, принтер раскладывается. С принтером сбил, и, значит, поэтому я даже не обратил на это внимания. Значит, ну, по ходу, дело можно, значит, карты себе собрать. Вот. А, и еще я хочу упомянуть тогда, уже раз возник такой перерыв о том, что последнюю неделю обсуждался вопрос со следующей конференцией, вот, российской международной конференцией по компьютер-сайенс, и предложен ее сделать в Москве. Вот. Я взялся принимать в этом некоторое участие, ну, и приглашаю всех, особенно те, кто принимал участие в предыдущей конференции, скачать решения, и тоже. Да, но там есть две части, есть такая, значит, часть связанная с программным комитетом, но это, вроде бы, вы не согласились с приниматься разбором, как я понимаю. Нет, значит, формально было следующее, значит, имеется вопрос о программном комитете, а во-первых, считается, что в этой конференции есть два потока, два направления. Да. Это прикладное и, значит, теоретическое. Ну, и вот, предыдущий руководитель организационного этого дела, Керш, предложил разбору руководителю теоретическим направлением, Ислисенко руководит прикладным направлением. Ну, в какой степени Ислисенко теперь более прикладным вопросом? Да. Керш, может быть, следовало пригласить... Сейчас, а Саша согласился? А, разбор, да? Разбор согласился. А, и он сказал, что, я понял, что его типа, я потом это не читал, но я так понял, что он занимается организационной частью, и он не готов категорически там всякими накинуться. Понятно. Ну, это разумеется, что не предполагал. Ну, вот, значит, ну, вот организационной частью, значит, я готов организовать, знаете, организационной частью в Москве, что, конечно, не просто в связи с теми ценами, которые здесь существуют, вот, ну, вот, видимо, какая-то помощь будет, так скажем, того же Адьяна, в смысле, как ОПИ, добыча каких-то денег и так далее. Ну, я буду стараться. Так, то есть, если эти были практически, то по Витрову надо понимать так, что присутствующие, что-то не готово к тому, что... Нет, кстати, когда это должно быть? Нет, это один вопрос. Вот это, на третьем будет? Это один вопрос, но имеется в виду нечто по близости от лета, на победе вот это по близости от лета Екатеринбурге переехало на первую. То есть, украинцы должны быть готовы к тому, с одной стороны, что в какой-то момент будет явно какой-то организационный аврал, и там будет, что приезжает там кто-то, и приезжает там какой-нибудь аэропорт куда-то, и надо его взять вот в нем. То есть, как-то помощь, просто чтение статьи, то, наверное... Да нет, и про это, значит, про это Алексей Борькович или его помощники будут обращаться с такими способами, и, значит, мы готовы их выполнить. Я надеюсь, что мы готовы. Кроме того, соответственно, разборов так же не оставит нас. Первый пушник, мы будем обращаться с другими способами. Я хочу вот что сказать. Значит, по поводу срока. Сентябрь – это очень неудачный месяц, потому что у многих занятия... Это мы сейчас не углубляем. Не будем. Вопрос о сроках, конечно, принципиальный, и все пожелания, вот я готов собрать по своему электронному адресу все соображения по сроку конференции. Честно, мы вам отложим просто. Ребята, вы вам отложите. Значит, поэтому по срокам, вот все соображения я готов. Значит, сейчас мы детали не обсуждали. Нет, нет. Сейчас объявляется, что начинается следующее. Такая вот готовность номер. Да, я готов заниматься, так сказать, организационным комитетом в качестве, вот скажем, председателя. Да. Вот. И буду обращаться с просьбой с разными людьми. А вопрос о сроках, он, на самом деле, тоже отчасти денежный. Потому что, ну, вот разные места могут разные... Цены, вот, на разный период там быть доступными, недоступными. И так далее. Честно, если мы будем связаться с Академией наук, задать вот это вот с экономить деньги, то, значит, надо будет посмотреть, когда там эволюбити, так сказать. Вот. Но стараться, я согласен, не срабатывать. Алексей Горьевич, значит, если вы собираетесь обратиться с просьбой, чтобы организовать места, скажем, гостиницы МГУ, то надо это делать не позже, чем в феврале месяце. В феврале... Я собираюсь все сделать в сентябре. Я собираюсь все сделать в сентябре. В сентябре? Договарив... Нет, конференцию. Нет, нет. А договарив заранее. Это очень мудро. Нет, сентябрь, это раньше февраля. Не надо повторять... Нет, не надо повторять... Собственно, не надо повторять наш конкур и сделать его в последнюю... Ну, я думаю... Да, ну вот в этом смысле для меня не рассчитываешь. Я понимаю, что вы опять... Да, 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 это было... Вот, для нас это было неожиданно. Как-то там... Ну вот, ну вот, я надеюсь так же, что вот конкретно скажем, Юра Брестаффин будет выполнять тоже некоторую такую эффективную роль. Да, он уже пострадал от воркшопа. По сложности, как он не был, но все получилось очень хорошо. Да, кстати... Даже как Юль еще раз, по-моему, надо именести благодарность. Да, как сказал бы, как пользователь воркширяемый эстетский, мы готовы гораздо... Ну, и еще одна вещь, что я думаю, что вот имя Андрея, который связано с этой конференцией, с ее каким-то потоком, который там будет, или специальная сессия, посвященная вот ему и его работам, ну и вот в Екатеринбурге это как-то специально не было отмечено, Ну, просто на самом деле, имеется некоторые работы, которые сейчас в процессе подготовки, и поэтому... Ну, вот, например, доклад об этих работах... Да, можно сказать, что это воркшопное священное. Ну, я вот не хочу сейчас фиксировать ту информацию, я просто хочу упомянуть тот факт, что вот имя Андрея появится достаточно рано, я думаю, что в извещениях и структуре конференции и так далее. Точно. Можно сказать конкретно, что сейчас, то тоже. Как и доложить о ходе, в этом смысле. Охоле, по-моему, тут имеются какие работы? Про игры на орденалах и про... Про автоматы на орденалах. Про автоматы на орденалах и про... Ну, они же игры, я так же думаю, тоже. И это более-менее готово. По нашей госбе Гуревич это поспал разным специалистам, в частности, Мактонгам, но пока тебе еще ничего не ответили. Нет, ты почему? Как раз очень много ответили, настолько много, что и мне нет сил все это разбирать, все ответы. Да. Ну, в общем, это я думаю, что мы как-то... Есть еще вот так называемый парадокс ученика, связанный с случайностью, последовательностью, с четным и нечетным членом. Наверное, всего игр уже все время в этом самом фрешке, все давно не учено, но как-то особенно изучать нечего. Но представьте, что у нас имеется такая история. Вот на первом, а тут два игрока делают свои воды, независимо, не зная, там, А1, там, В. Пишут на карточку А1, В, А1, потом эти карточки открывают. Потом они пишут А2 и В2, и карточки открывают. И в конце, в последний раз, они пишут А1, В. И затем определяется плачок, который есть в функции. От А1 до А1 до А1. И вот, давайте сформулируем правило, что означает в этой ситуации цена их капли. Вот, хой, как сформулируем, что-то ходится на игру в такой. Значит, как сформулировать теорему фон Ноймана? А Моргенштерна, а в цене ей, вот такой, когда она происходит в несколько шагов, когда люди одновременно, наоборот, делают хаты, в таком-то количестве, а потом определяется по всем этим хатам, сколько граждан. А1, В, делаются одновременно, А2, В2, зависит от уже. Да, в этом месте уже эти открываются, и они снова делают, когда А2, В2. Можно и анализовать их группу? Нет, ну, опять надо, фиксируясь, дать определение стратегии, стратегии 1, это вот функция, которая... Значит, чистая стратегия, стратегии, там, первого, это функция А и В, вход В и минус В? Да. Чистая стратегия второго, это асимметрично. Ну, соответственно, если есть две чистых стратегии, то... То есть, вместо того, чтобы раскладывать такую долгую игру, можно распасть одноходовую игру, когда каждый игру выбирает из очень большого функции, что у вас свою чистую стратегию. первого, она чистой стратегии. И, соответственно, у него будет смешанная стратегия, вероятность на стратегии, будет цена игры, будет вероятность на стратегии, и так далее. Вот это ты называешь, Книша, это ты называешь нормализацией. Да, что у нас с ней сыграем, и так далее. И так далее, что стратегия, это она так-то нормальная форма. Да. Но таким образом мы получаем, получаем, ну, практически, можно так же, а империи, выиграли, просто орбиты, то мы получаем очень сложную большую игру, в которой этих стратегий, этих, это темно. Но, кстати, можно без этого обойтись. А без этого можно обойтись и свести эту теорему к обычной теореме для каждого, для отдельных игр этого, на каждом уровне. Вот, мне это кажется, по-прайней мере, я не знаю, что. Что говорят фототилисты на сегодняшний день? Ну, можно это свести теорему для отдельных игр? Я пытаюсь, что-то хочется. С одной стороны, у нас не есть. Допустим, допустим, а это его и дебит. И мы уже доказали эту теорему для таких игр. Ну, потому что, это для игр с таблицей 2 на 2. Сейчас, стоп. А, и следующий, я хочу доказать эту теорему, я хочу доказать эту теорему, я хочу доказать эту таблицей 2 на 2. Зачем нам доказывать теорему фунтой? Ну, ну, можно доказать его в общем случае, используя там принцип свойственности, линейного программирования, и забыть о этих. Может, сразу будет доказать теорему с помощью теорему питания? Почему нам это все, Саш? Нет, ну, нет. Мне казалось, что понимание это вообще полезное. Сейчас, я говорил, вы на самом деле, если парни не работаете, если они здесь выполняются, то я выполняю все. Если мы с местными, то они по-моему, все автоматически выполняются. Но, опять-таки, может быть, я не могу сказать, что людей могу сказать. Сейчас, хорошо, но подождите. Дальше? Не надо, сейчас, минуточку, не надо разбирать, как это сводится. Нет, это не надо. Народ не интересует. Нет, но там, если вы будете, у меня не понимаете, 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 Борис и Несси решает вам фаршивую. О, вот это, это самое, так называют, так говорят в разных... Где же это? А, Борис Игородович слышал волос, не Марище, но он уже говорит. Это самое, Марина, когда Дмитрий это нечто объясняет. Значит, ну, хорошо, разрешаем я по первым, тогда давайте просто точно это не будем объяснять. А я тогда, иди, почему, в чем состоит, в чем состоит применение сюда. Что, на самом деле, здесь вот от того стратегия, это уже и так было стратегией, а здесь было распределение вероятности. И распределение вероятности не зависело от, от П. Оно было с самого начала. А теперь можно считать его завидачей. он выбирает выгоды, уже зная, какой-какой все предыдущие ПП-инги. Тем не менее, теорема останется живой. То есть, ее можно уже снять. Теперь, значит, давайте все-таки докажем, что нам нужно доказать. Нам нужно доказать теорему фондомена для случая игр два на бесконечность. Когда у одного два исхода, а у другого бесконечно много исхода. И заодно будет понятно, откуда берутся два на бесконечность. выяснил, как это самое, как теорема фондомена следует усиление теоремы вот этого товарища? Ну, вроде, объяснил, потому что цена игры не вшелся, это отвечает, что это любой вероятность стратегии, что у первых существует вероятность стратегии, которая предупреждает. Рассмотрим просто новую игру. Новую игру бы... Раньше мы искусственно говорили, что один называет просто B1-BN, а другой указывает тортез. Теперь мы можем делать более естественно и сказать, что один называет тортезию выбора B1-BN предыдущим битом, а другой указывает тортезию выбора B и его предыдущим. B и битом предыдущей вероятности маят вероятность предыдущим битом. Значит, давайте пытаемся разобрать игру 2-3 бесконечно. Значит, но поскольку у нас имеется 2-3 отдельно по горизонтарику совместно 2-3 и 2-4 стратегии. Ну, вообще, можно сказать, что это относится к случаям, просто игры, игры, значит, в один раунд. ну, неважно, нет, две части представителей. Дальше, если другой товарищ выбирает какую-то стратегию, то у него возникает некоторая, первая игра, которая выбирает из 2-3, возникает некоторое, ну, если первая игра выбирает стратегию, то у второго игра тоже играет между аем, возникает два штрафа. То есть, здесь имеет какие-то большое множество стратегии, не знаю, альфа, у него возникает два штрафа. Что будет, если тот выберет стратегию альфа и альфа, и что будет, если тот выберет альфа, альфа. А теперь, если же он выберет смешанную стратегию, игрок двух вариантов, то тогда, соответственно, ну, какую-то смесь альфа, соответственно, возьмите прямая объясняющая его математическое считание его выигрыша, но вот если он выберет смесь альфа. И, таким образом, для каждого альфа имеется своя прямая какая-то. Вот есть такие-таки черном форме бесконечно много. Значит, это у нас второй игрок, это у нас первый игрок, а это сколько первое платье второй у нас. игрок нет. Ну, а просто посмотрите на эту картинку, например, конкретно, и скажите, где цена игры? первое. смело, и это почему? Понятное правило, что здесь нарисовано. Здесь нарисованы стратегии с того, что две чистые, между ними есть некоторая смесь. А здесь нарисовано, что мы здесь, второй применяем эту смесь, а первый пользуется такой стратегией, такой стратегией чистой. Во-первых, в области первые, а мы не изображаем их как смеси, их нужно мыслить. Первый хочет минимизировать. Первый, ну, члены, которые альфа указывают. Первый, который указывает альфер, и он, естественно... Ну, теперь, ну, кажется, он сделает ход в ту, которая третья, на левой стороне, поселить? Нет. В общем, ход-то-ход, значит, где цена игры зависит? На этой картинке есть цена игры. Если мы все поняли, что было, то должен сказать вместо... Вот на точку, вот на... Сейчас, цена игры, я не знаю, почему, либо публикатор, либо, я так же сказал. Ну, наверное, я проще любишь, чем... Нет, то есть, первые, по-задорому, уже не видят. Скорее верно, да? Да. Сейчас, сейчас. У нас первый ход. Тут я все путаю, значит, первый, первый, вот на стороне. Первый, первый, альферизируем. Вот это. А, второй. А, второй, и, соответствующий, альфандарь, первый, должен быть, не меньше, чем на нижнее точку. Ну да, а он уже так. Вот это цена игры. И тысячи... Сокровицы, тысячи правей. Ведь проект, потому что горизонтальный ответок здесь, не целиком. Ну, то есть, есть... Сейчас, ну, вот есть такая картинка. Значит, все-таки, кто, кто считает, что... Нет, мы... Кто считает, что... Коля, право, и что вот это, есть цена игры, вот это значение, есть цена игры. А, проекция, понятно. Ну, проекты, это то, что это, наверное, вот сюда. Да. Потому что это платят. Кто так считает? Я считаю. Да. Ну, хорошо. А вот некоторые сомневаются. А некоторые просто не понимают, в чем это игра. Даже не почему это цена игры, а какая игра. Нет, ну, видно, что значит... Видно, что зрачи это изучали в своем случае. Если первый будет... Если первый будет секрет, чтобы там не делать первые... Черт, давай... Ну, объясни, может ли ты лучше объяснишь игру? Нет. Игру? Да. Вот Юра как-то говорит, что он... Нет, философия не жертвует. Ну, просто философия, конечно, не просто понять, что это верно. Ну, угол-наглон не является... Нет, потому что у нас вообще нет параметров, изображеного в варианте, когда Альф принимает пять значений. Поэтому угол-наглон не может быть. Если вы просто, то объясните. Если сложно, то... Нет, просто... Ну, давайте я вам объясню. Значит, у первого... У первого... У первого... У второго... А в первого... Есть всего два раздачи действия. Действия А и действия Б. Да? И он может эти действия комбинировать с нею вероятностью. Как может с вероятностью две трети совершить? А, с вероятностью. Тогда это не отличается то, чем... Да. И вот... Его, как говорят, вероятность на стратегия задаётся одним числом. Это вероятность того, что он примет действие А, выполнен действие А. А действие Б будет совершаться с единицами... То есть это по одному самому справедливо? Нет, нет. Всего... Всего... Всего делается по одному фото. Да. Мы забыли про эту практику. Я прошу прощения. Значит, каждый делает один фото. И после этого определяется, сколько первых платят часов. Сейчас у первого нет? Нет. Одновременно. Это камень-ножность и бумага. Так важно, что дело не уходило. А первый... А первый выбирает действительное число. У него... Дал на картинки? Может и нет. Еще пять. О, у него... На картинке у него пять, на самом деле, ходов. У первого. Пять разных ходов. Которые соответствуют... Теперь. Как определяется... Сколько... А нет, это что? Это просто... Какой-то доска, что ли? Нет. Это как камень-ножность и бумага. Два игрока. У одного пять ходов, у другого два. И рассматривается вероятность стратегии. То есть стратегия первого... Это будет... Там... Четыре числа. А пятая — это единица минус сумма. Четыре. Понятно? Да. Вот. Теперь. На этой картинке написано, как определяется сколько. Хороший, на самом деле. Надо рисовать отрезок. А тут написать пятимерный симплекс. У них как произведение была бы такая... Смотрите. Если... Первый выполнил действие... Второе выполнил действие... Второе выполнил действие В. А... Первый сделал ход соответствующий вот этой прямой... То тогда платим с вами вот этому... Ну... Ну... Длиннее этого отрезка. Первый платит вот столько второму. Понятно? Что за прямая? Нет. Значит... У нас есть пять прямых. И считайте, что каждая прямая соответствует одному ходу первого игрока. Но реально там... Есть две края не общие. Это только то, сколько заплатит первого игрока, если второй пойдет А. И сколько заплатит первого игрока, если второй пойдет В. Вот если первый игрок выброс вот этот... То тогда... У нас всего 10 комбинатов. Вам нужно на 5. И соответственно, если второй сделал ход В. То возникает пять чисел. Вот это число. Вот это... Ну и так далее. Сколько платит? Сколько в первый платит второго. Хорошо. Если первый сделал ход А. Вот эти пять чисел. Второй сделал ход А. Вот эти пять чисел. И почему это будет отрицательным? Нет. Могут быть отрицательным. В данном случае они себе положительные. Да. Теперь. Ну и почему... Что значит целая прямая? Если первый применяют не чистую стратегию, а второе, 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 то соответственно, выигрыши. О, выигрыши. Выигрыши. Понятно, да? При чистой стратегии первого. Причем мне кажется, что второй может гарантировать, что он получит не меньше, чем вот это число. Ну смотрите, это правильно. Если он будет делать вот... чтобы применять такую реактивную стратегию, то какую бы прямую не выиграет первый, пересечение здесь вот... ну точек сектора на выше, видите? Да. Значит, второй может гарантировать себе вот такой выигрыш, ну что ему заплатит первый не меньше этого, да? Да. А, это максимальная точка, которая ниже всех прямых. Ну, давайте, давайте потом разберемся, как эта точка нашлась. Давайте разберемся, почему, наоборот, первый может гарантировать себе, что он получит, что он отдаст не больше этого. Нет, ну можно сказать, как точка нашлась. Мы берем нижнюю огневающую шею картину, вот эту, и берем ее максимум. Максимум, да. 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 Вот. Вот они вам продевающие, и вот ее уморок. Ну, так, вот как бы я объяснил, там, объясняли выбрать, что при каждой стратегии второго, вероятно, первый, естественно, выбирает ту из этой стратегии, которая дает наибельшее... А, наибельшее... Теперь смотрите, вот, первому умеете выбрать или бету, прямую или бету, и неважно, какую. А, почему не лучше. А, потому что он хочет, чтобы он меньше. Вот смотрите, допустим, он выбрал эту приму, и вот видно, что как бы не хотел, сейчас, сейчас, ну, что тут видно, что нет, ну, смотри, пусть он выберет, значит, тогда второй урок может выигрывать вот отсюда-досюда, если нет, он выберет эту приму. А ему нет, ничего, конечно, у него, понимание своей нечистая, она вероятность, он должен взять с какой-то вероятностью эту приму, а с какой-то вероятностью, а вот с какими вероятностями, этот вопрос сложный, тонкий, на картинке это так сразу не ясно. Так что это взвешенная сумма, да, 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 а именно вот так, так что здорово было неважно, а почему так просто сделано? А потому что, если одна отбывающая, когда вырастает, то, то некогда сумма, а года и постоянно. Это говорит, кажется. Ага, какие углы. Понятно. А это будет про верность, конечно. Нет, это зависит, конечно, два на три. А, в скорейшем случае надо использовать как эти самые прямые, зависит от параметра, это не будет связано для любого. Мы разобрали случай, два варианта против пяти вариантов, и то в одном конкретном примере. Может быть, на самом деле, такой примет, но еще, кстати, нужно понять, что может быть такой примет, когда это отбивающаяся, убывающая, но когда максимум достигает их тракта. То есть, конечно, здесь хорошо, тогда этот игрок выбирает какую стратегию, а второй игрок выбирает воздохнуть. То есть, просто ту примут, если мы проходим через одну корню. Мы не согласны, знаете? Да. Теперь наш вопрос в том, что будет, когда бесконечно там вариантов, там будет стоять щеки бравящих уже никакой нюхтор. Да, мы же опять кого-нибудь видели эту картинку, он сам делал, я сам понимал. Ну, а нам, прежде всего, это запретили. Но, тем не менее, я вот не помню такой картинки. Вот там, скажем, Ренкин писал статьи про эту теорему по освещению. Такой картинки я там не мог. Нет. Нет. Сейчас, давайте представим, что в этом случае будет бесконечно много. У нас имеется бесконечно много разных привычек. Ну, будем считать, что они все, что все обороны ограничены, там не отлетательные, ограничены нежным участковым. Может, и факт, и лучше? Будем предполагать на полночь. Тогда это вот, если возьмем карту точки мертвую минимум, то у нас получится непрерывная функция. Выпуклая инфрация, непрерывная функция. Ну, непрерывная, потому что, если она, например, полночь конечного пункта будет. Ну, это понятно, потому что, если открытая функция походит в точке мала, но она в эту половину поверится с константой равной максимальному наклону. Если она будет в точке мала, то в соседней точке она никак не может быть сильно велика, кто через эту точку проходит некоторая прямая, и эта прямая в соседней точке уже в рот. А нет, то есть, если про него пройти, тогда все же это лишь правило. Да. Ну, прежде всего, минимум просто не будет. Да, минимум просто не будет. Мы берем этот самый альфин. Да. Этот альфин где-то имеет максимум. Да. А что тогда? Проблема в том, что если он не настоящий минимум альфином, то у нас нет стратегии. Нам для применения в бесконечном случае нужны какие-то условия заботы. Нет. В какой стратегии? В какой стратегии точка, в которой этот минимум достигается, у нас не условно есть. Вот этот. Да. Хорошо. Ты думаешь, в которой я говорю, я могу ли самому участку. В точке, в которой минимум достигает максимум, у нас есть. Инфибл достигает максимум, у нас есть. Причем не суперл, а вот именно максимум, она есть. Да. И это объявляет, и это объявляет, и это объявляет, и это объявляет ценой игр. То у этого на нас есть стратегия гарантирующая выдержка не меньшится. Да. А у первого товарища? Сиди. У первого товарища, так особенно, этого и нет. Да. Но, если мы посмотрим, то существует, но есть некоторые прямые, вот откуда это взялось, сколь угодно близко, подходящие к этому цену. Если в этом будет лучше, а лучше, то у нас здесь будут некоторые прямые. И так, наверное, в связи будет одного бывающая, а нам настоящая. Нет, более-менее ясно, что вот так, если мы требуем, чтобы цена игры не достигалась точно, а можно было сколько угодно близко к ней при месяцах, то все это ясно, конечно, какое залость им было. То есть я так понимаю, что... А почему это абсолютно важно? Почему? Здесь мы хотим... Чтобы у первого была вероятность на этот трек, гарантирующая проигрыш не больше цешлик. Почему это не ясно? Ну, ну, вот это должен отрезать, да. Ну, что? Не больше, чем цешлик. Ну, не больше, чем цешлик. Ну, не больше, чем цешлик, то есть это ц, а цешлик больше ц, то не больше, чем цешлик. Ну, это... Нет, 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 нет. Нам нужно найти стратегию, которая... Такую комбинацию этих цешлик, чтобы она всюду была не больше цешлик. Да, твоя правда, этого недостаточно, да. Но так можно понять, что есть одна возрастающая, а другая убывающая. То есть нам нужно несколько больше показать, да. Да. Нет, а вот... И что ты говорил про то, что какие-то общие теоремы, что-то там, то все разъяснено. А вот... Ну... Во-первых, верно ли, что-то, в любом случае, или два на бесконечность, даже если, скажем, все поддерживают религиозные, нету цены в точности слова нету. То есть нет цены одного на разницу другого, который гарантирует одно и то ли что-то. Два бесконечность – два на метре. Ну, на метре, там, на критину не важно. Ну, это, кстати, может сказать, важно. Сейчас. Два на метре, там, на самом деле. И... 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 Спасибо, Дарья, за все предметы. Дело на это или верно? Ну... Я думаю, что не верно. Да. То есть бесконечность положили его... А... Ну... А, ну, то, что... Сейчас. Ну... Нет. Ну, например, это такое дело за счет того, что он на логокартаксу на бесконечность. Вообще, если он положил... Я думаю, что он будет легче. Смотрим одного вопроса, будет много препараллельных аризонтальных линий, то, что хотим быть с нами. Может быть, все осталось, что это у нас, если все знаешь? Нет. Вообще, пример, который говорит, не совсем простой. Хочем просто бесконечность, чтобы аризонтальные линии, которые куда-то сходятся. Да. Хотя ясно, что вообще-то минимум у него будет вот такое вот. Да. Но никакой конкретной сравнительной невероятности мы предложить не можем. Потому что, если эту сравнительную используют такую положительную вероятность, то это уже для нее проигрывает. Да. 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 Я не могу увидеть. Но вот С-штрих больше С это верно. Да. То есть С-штрих больше С. Как смотреть? Ну, не брать Терри. Да. Для С-штрих больше С. Здесь, в таком подходе, естественно, формулировать именно для С-штрих больше С. Потому что, если я говорю, больше С, я сам может другого любить. Тогда можно либо, чтобы для двух стратегий вам в этом синий, и для таких синий, и для того, что, что они там срастают, но там бывает. Из них заберем. Но в конечном случае это обсуждение с какими-то другим образом их планом. Ну, так я вам и сказал, в случае, я бы не взял сейчас его произвести. Нет. Я вот надеюсь, что специалисты подтвердили. Нельзя же их почему-то. Нет. То есть, вот эта картинка очень убедительно показывает, что все равно из ограбков конечное число стратегий до равновесия существует в таком основном смысле. Так. Ага. Теперь на этой картинке, на этой картинке я также могу пытаться объяснить смысл теоремы А. А. Смысл теоремы Сандрония. А. Ну, давайте считать, что это что-то будет. Чего? В принципе, может быть, из-за того, что такое, можно было думать на тех, того, что что стоит общее теоремы может быть, стоит написать просто общее теоремы Нэ, хотя бы сомфлировать. Ну, хорошо, давай, давай сейчас я сейчас скажу два слова, а потом ты сообщишь общее теоремы Нэ, что и все прелести с ней связаны. Значит, что, что, представляете, что у нас однораундовая игра, что мы выбираем П и П, но будем считать, что у нас не происходит Т на самом деле, а более общий вид теста, когда первый платит штраф. И вместо того, чтобы о вероятности, которая думает, штрафка не единичная, как раньше, а такую переменную, в теоретическое ожидание не больше. Тогда что означает, вот, в таком году есть два варианта, то есть, то есть, то есть, а у предсказателя он может укладывать разные вероятности. Для каждого имеется, например, прямая, соответствующая там штрафу для предсказания и мы. Теперь, что означает вот эта требованность? это означает, что если мы, правильно, вот если возьмем прямую потоку, штраф в подсказании и П, а также возьмем точку П, то вот при этом тематическом ожидании это не перераспределение вот этого. То есть, если ГИБМЦентр правильно указал смешанную статей, то тогда штрафы в среднем, не больше их делиться. Это как условие взаимосомнений. то есть, у нас имеется вот единичная прямая и известно, что в этом семействе для каждого П есть прямая, которая здесь мягшая единица. Ну, отсюда, естественно, следует, но надо догадаться, потому что теперь, если мы берем минимум по всему, вот так здесь уберем нижнее огибающее, то нижнее огибающее, конечно, будет чуть больше единицы, просто потому что для каждой точки П есть хотя бы одна прямая, которая не меньше единицы. тогда нужно посмотреть, сделайте нижнее огибающее максимум. И вот попытаться каким-то, каким-то... Так, я еще вам могу сказать то же самое, как этот очень забавный нубик про левку сперта. Вот, на самом деле, если... прямая, которая здесь не превосходит единица, а другая прямая, которая здесь не превосходит единица. Поэтому эта прямая там возрастает, иначе вообще все начинает упасть, значит, это значение в том, в котором надо. Теперь, если же у нас есть не два варианта АВС, то тогда у нас вместо тренера получается такая картинка, у нас получается такой стойки, 3 штрафа и некоторая глосскость. Глосскость, знаете, штрафа на вся. Ну, хорошо. Теперь условие стоит, что для карты, если возьмем здесь точку P, ну, P это не точка, не числа, а точка символикса. Если возьмем точку P, и возьмем здесь предсказание, соответствующее тому же липсу P, то тогда вот это значение будет как раз меньше одной единицы. Теперь смотрим, а ну, раз нам меньше единицы, значит, по крайней мере, отец из трех точек меньше единицы. Вот пометим эту точку той буквы, какой из точек меньше единицы. Вот допустим, здесь тем меньше единицы, вот понимаете, при этом на краях можно помечать либо а либо вот здесь она будет меньше единицы, надрезать. И поэтому в том числе, когда каждая точка треугольника раскрашена в цвет, одну из вершин, при этом эти точки имеют цвет, а цель, эти выявляются, эти аренды. треугольника если все это мелко разрезается, то найдется треугольник, где от одного поверсия меньше, из одного и другая меньше, то есть если треугольник очень мало, то в сущности может быть одна точка, и в этой одной точке все равно горизонтально, если от непрорыва зависит. У нас все три будут меньше единицы, поэтому все хорошо. частые, да? У меня в другом случае выступает в одномерном, то есть рассмотреть нижнюю гибающую, ну да, но, значит, проблема в том, нижние одевые, и в одномерном случае у нас были какие-то размахивания руками, вместе с трогой вот этой, а в двумерном, у нас будет такая многогранная поверхность, мы берем точку максимум, ну ладно, не знаю, важно, но у нас же нет победы, кто может взять левую фаркушу повезти. Ну, я думал, в нее можно поверить, но надо надпишись. Нет. Победить ее можно с ним писать, это не просто. Без обменки это ничем. Почему? Я могу написать тюрему. И прямо вывести из него фаркуш, в теорему. Нет, Саш, я точно могу, только не вывести. Ну, я могу, могу. Медленно это дело, так сказать, совершенно очевидно, что это не делается. Да. Более удивительно, что получается так, что твое рассуждение, ну, вообще, все эти картинки показывают, что в одного игрока конечная стратегия. Нужны никакие сложные теоремы, какие-то условия компактности, на то, как стратегии. нет, если у нас игра с нулевой суммой, то достаточно не именно прогрессивная. Вот еще на военном деле это научились. Это бесконечное стратегии, что это изменение прогрессивного стратегии. что ты допускаешь в скорых годах на малом отношении, и за счет этого компактно сейчас. Да. Я бы вообще попросил у тебя разрешение написать письмо о математическом просвещении, у нас там есть раздел науки. И сложить все это в мотарекции терпелку. Погрессивный картинкул привести. Нет, нет. Если хочешь, я могу там взять это твоего. Как я боюсь. Мало что там написано. Нет, я могу тебя прислать детьми, а ты решишь, что надо. Славь, значит, давайте я скажу мне эту рекламу. Что имеется некоторое количество что это вообще вот товарищи этим занимаются. В чем интересно, занимаются самые разные товарищи. И не знающие друг о друге. И все это каждый слагает на своем языке. И при этом часто с разными ошибками. Часто с Андронием неправильно неправильное отсутствие этого я писала на Апселон Штинг. Ну, может, у него добавлять какие-то условия на детстве, например, по акту. Вроде нет. Ну, я не буду бы сказать, надо прочесть. А у Дэвида, у Дэвида, у Овка и Шильфера наоборот разные комментарии. У них есть некоторые философские комментарии, как тут написано и утверждает Вов Шейсер. И значит, представляются не гелевыми, но допинься от Вовка каких-то значит, нет. Вовка всегда все отвечающие, но я ничего не знаю, если я спросил доказательства теоремы 2, а игра до и после, я не отвечаю. Там есть свежая компонентная статья, которую можно прочитать в планете. Нет, там есть некоторые доказательства но примерно вот это. Но при этом оно еще запутано тем, что все это излагается в терминах игр, вероятность заменяясь играми в соответствии с учением Вов и Шейсера. Но это отдельное учение, которое я тоже могу рассказать. Я думаю, что можно и более того, можно вообще в этом разобраться, и я думаю, что можно вообще там как-то по крайней мере не радикально усилить, по крайней мере кардинально улучшить. Значит, и вот еще что, что особенно не может быть интересно для тех, кто помнит доклад о N-экспертах, мы в прошлом году слушали доклад Андрея Мученика про то, что у нас есть N-экспертов и мы должны делать предсказания на каждом шаге соглашаться одним из них и потом так, чтобы не проиграть ни одному в итоге. Вот утверждается, что все это как бы так же самое, что вот это некоторое тоже связано с тем, и умея вот так делать такие предсказания, можно в частности и с экспертами тоже разобраться. И есть статья Абовская, объясняющая, что задача агрегирования предсказаний является частным случаем вот этой задачи. И так же вот у меня анализ. Там ведь не формула, поэтому... Нет, там ведь в теоремах какие-то корни прогрессы, там же будет некоторая точность, которая будет достигать результаты. Нет, здесь тоже появляются некоторые корни за счет того, что мы хотим, чтобы что-то было выпуклое, в общем, нет, тут какие-то есть, тоже есть формула, в общем, это даром, те формула, никуда не деваются, они просто в другой форме расстать писаны. Я думал, выяснил, например, он считает Богом, что все это вообще было давно открыто Левеном и Гачем, когда говорилось о равномерных тестослучайностях и нейтральных мерах. И так действительно была Левна Шкенова. Некоторые внешние улики имеются, что, и более того, Володя, который, вроде бы, разбирался нейтральных мерах, как-то тоже не опровергает сразу, по крайней мере, того, что это не то же самое, что это то же самое. Похоже очень. Похоже очень. Нет, нет. Я это рассказывал год назад, в связи с Россией. Да. В общем, вот, вот,